Всех приветствую на нашем сегодняшнем вебинаре. Сразу хочу отметить, что те, кто просится в эфир, наш вебинар проходит немножко в другом формате. Поэтому я этим людям отказываю. Для начала хотел бы узнать, все ли хорошо меня слышат. Поэтому сейчас я запущу небольшой опросик. Виктор, вам отвечаю. Вебинар будет проходить в формате презентации плюс мой голос. Также на вкладке «Вопросы» вы можете задавать свои вопросы. На них буду отвечать я в эфире. Кстати, меня зовут Артур, и я из технической поддержки эффективных технологий. Либо будет отвечать мою коллегу Эдуард. Он либо будет тоже выходить в эфир и отвечать, либо писать ответы на вопросы на этой же вкладке. Также по интерфейсу хотел бы сказать, что в общем чате вы можете все между собой общаться. Также, если вы видите, есть вкладка «Список пользователей», там вы можете выбрать любого пользователя и написать ему какое-то сообщение. То есть вы можете общаться между собой. И еще раз повторюсь, на вкладке «Вопросы» вы можете задавать возникающие по ходу вопросы. Мы будем прерываться и отвечать на возникшие по ходу вопросы. Я вижу, что большинство, 89%, это 24% человека, слышат хорошо. И двое почему-то не слышат. И один человек считает, что слышно на троечку. Ну, естественно, звук зависит не только от нашего интернет-канала, но и от вашего. То есть если он у вас медленный, то будут возникать соответствующие проблемы со звуком, либо с задержками. Если сейчас у вас никаких вопросов по этому не возникло, то я думаю, что ждать мы больше не будем никого. И будем начинать. Так, Виктор, по времени я рассчитывал где-то на час. То есть либо чуть-чуть больше, может быть чуть-чуть меньше. Как пойдет, в зависимости, сколько будет вопросов. То есть ориентировочно будет час. Так, вопрос я завершаю. 28 человек в нем из 30 поучаствовали. 29. Всем слышно хорошо. Большинству слышно вообще хорошо. Напоминаю, что сегодня мы будем продолжать разговаривать об основах спутниковых определений и применении спутниковых технологий в геодезии. И на сегодняшнем нашем вебинаре мы рассмотрим следующие вопросы. Это система координаты высот, применяемых в геодезии. Также геоид, квазигеоид, датумы, преобразование координат немножко. Также методики полевых измерений и общую схему обработки результатов наблюдений. Итак, первое, что мы рассматриваем, это системы координаты высот. Вообще, что такое координаты? Это числа, которые определяют положение точки или какого-то объекта на земной поверхности относительно неких исходных линий или поверхностей. То есть координаты – это дело относительное. В геодезии же существует большое количество различных систем координат. В геодезии свое применение нашли следующие системы координат. Это геодезические, прямоугольные, полярные системы координат, а также различные системы высот. На рисунке на этом слайде приведена простейшая трехмерная система координат. Итак, первый мы рассмотрим геодезическую систему координат. В ней существует три координаты. Это BLH, соответственно, широта, долгота и высота. И именно они определяют положение точки на поверхности. Значит, как она получается? Существует зеленый контур – это эллипсоид. Про эллипсоид вращения. Про эллипсоид мы поговорим позже. В данном случае рассматриваем простой эллипсоид вращения. Существует точка на поверхности. Это точка P. Значит, если мы через эту точку проведем нормаль к эллипсоиду, это вот эта линия, то она в какой-то точке пересечет поверхность эллипсоида. А угол, который в данном случае это угол B, образуется между поверхностью эллипсоида и вот этой нормалью, называется широтой. У эллипсоида существует нулевой меридиан. Если мы проведем меридиан через точку, опущенную и лежащую на поверхности эллипсоида, и через которую проходит нормаль, опущенная с точки P, мы построим меридиан точки P и угол между нулевым меридианом и меридианом, проведенным через нашу точку, называется долготой. Еще, как вы видите на рисунке, нормаль к эллипсоиду не проходит через центр этого эллипсоида. Таким образом создается геодезическая система координат. Но если, скажем, у нас широты и долготы отнесены к поверхности агиоида, о котором мы поговорим немножко позже, то такие координаты уже будут называться астрономическими. Следующая система координат, применяемая в геодезии, это большое количество плоских систем координат. Они очень удобны при составлении различных планов, карт, и также удобно потом пользоваться этими координатами при чтении этих карт и планов. То есть, дальше мы рассмотрим, как же получается эта плоская система координат. Рассмотрим на примере проекции Гаусса-Крюгера. То есть, вообще существует большое количество различных проекций. Это цилиндрические, поперечно-цилиндрические. Сами проекции бывают равноугольные, где сохраняются углы. Бывают равновеликие, где сохраняется пропорциональность площадей. Также бывают равнопромежуточные, где сохраняется постоянство масштаба по какому-то направлению. Как я говорил, проекции бывают цилиндрические, конические, азимутальные тоже. Мы рассматриваем проекцию Гаусса-Крюгера. Это поперечно-цилиндрическая проекция, и она равноугольная. Каким образом она получается? В первом приближении Земля это шар, и этот шар помещается в цилиндр, расположенный горизонтально. Далее этот цилиндр разворачивается, и у нас получаются такие банановые дольки, можно сказать. Идут они через либо 6, либо через 3 градуса. Это зависит от необходимой точности преобразования в эту систему координат. То есть, если вы используете, скажем, 10-тысячный масштаб, то здесь будет достаточно и 6-ти градусных зон. Если вы используете какие-то более крупные масштабы, то необходимо уже использовать 3-х градусные зоны. В этой проекции обеспечивается сохранение подобного изображения фигур при переходе с эллипсоида на плоскость. Далее, чтобы удобно было использовать эту плоскую систему координат, чтобы координаты были положительные, производит смещение начала системы координат на запад на величину 500 км. И уже координаты точки, полученные в этой системе, наши новые со смещенным началом, будут называться преобразованными. Так, как же получается преобразованная координата? Х у нас будет одинаковый и в преобразованной системе координат, и не в преобразованной, поэтому мы рассмотрим только координату. Скажем, взяли мы четвертую зону, меридиан, осевой меридиан четвертой зоны. В ней у нас лежит точка А. У этой точки ордината равняется 76 км и 736 метров. То есть это расстояние между осевым меридианом четвертой зоны и точкой А по ординате. Чтобы получить преобразованную координату этой точки, нам надо сначала прибавить к ней 500 км, так как мы сместили начало системы координат, а четверка – это номер зоны, то есть осевой меридиан. Так как у нас зона четвертая, мы добавляем четверку и получаем следующую координату. Это 4 576 836 метров. И эта ордината будет являться преобразованной координатой точки А. Если здесь все понятно, продолжаем. Следующим мы поговорим про местные системы координат. То есть это некая условная система координат, которая устанавливается в отношении какой-то ограниченной территории. Потому что неудобно использовать на каких-то маленьких территориях систему координат. Скажем, если мы присунули на предыдущий слайд, если точка расположена где-то на окраине, то там будут уже большие смещения, и между точками будет плохо вычисляться расстояние или какие-то другие смещения. В этих целях используется местная система координат. И, скажем, частным случаем ее является условная система координат, которую мы задаем непосредственно на объекте, на участке измерений. То есть оси этой системы координат у нас могут направлены, допустим, по осям какого-то строящегося здания, либо котлована. И на этом участке будет гораздо удобнее использовать такую систему координат, чем какую-то общую, локальную. Также в геодезе используется система полярных координат. Как она получается? Закладывается или выбирается определенный базис с начальной точкой и каким-то направлением. И уже от этого базиса, вот базис на данном рисунке это OA, от этого базиса у нас откладывается вектор в сторону нужной нам точки, это точка M, и получается у нас первая координата, это угол. Далее от начальной точки мы откладываем расстояние и получаем вторую полярную координату расстояния. Эту систему координат также удобно использовать на небольших участках земной поверхности. Это топографические съемки, даже удобнее, наверное, использовать при разбивочных работах в строительстве. Также в геодезе при измерениях используется цепоцентрическая система координат, так называемая N, E, U. Получается она из... Ну, оси ее располагается N у нас направлена на север, E направлена на восток и U вверх. А центр этой системы координат, это, ну скажем, точка, на которой мы установили прибор. Такую систему координат также удобно использовать при каких-то топографических, скажем, съемках. Системовыми координат на этом мы закончили, и дальше будем продолжать говорить с системами высот. Вообще высота точки – это отстояние от некой поверхности, принятой за начальную. Существует высота абсолютная и высота относительная. Скажем, абсолютная высота, она отчитывается от уровня моря, а относительная высота, она уже отчитывается от поверхности, которую мы приняли за начальную. То есть это может быть геоид, квази-геоид, уровень пола, уровень земли в какой-то точке. И это все будет относительная высота. Теперь поговорим про уровень поверхности. В геодезии используются три основные уровни поверхности. Это поверхность элепсоида. На рисунке это вот эта линия. То есть она не совпадает ни с поверхностью земли, она не совпадает с поверхностью океана. Это некая усредненная поверхность, максимально приближенная к поверхности земли. Следующая уровенная поверхность – это геоид. О нем мы поговорим тоже чуть-чуть дальше. И эллипсоид. И квази-геоид. То есть геоид. На этом рисунке видно, геоид помечен вот этой черной линией под номером 5. Видно, что он не совпадает с земной поверхностью, но практически совпадает с морем. Значит, единичка – это у нас мировой океан. Двойка у нас помечен эллипсоид. Поэтому тоже видно, что у нас эллипсоид не совпадает с геоидом. А тройка – отвесные линии к этому геоиду. Также видно, что эти линии не перпендикулярны поверхности эллипсоида. Так, что же такое геоид? Это некая уровенная поверхность, которая образует замкнутую фигуру, и она принимается за обобщенную поверхность земли. То есть геоид является, по сути, одной из уровней поверхности потенциала силы тяжести. Но здесь скрывается одна проблема. То, что непосредственно делать определение на поверхности геоида мы не имеем никакой возможности. Но даже если бы имели, то не было бы возможности учесть все распределения масс под какой-то определенной, ну, под нашей точкой, скажем. Для этого было предложено использовать квазигеоид. Как видно на рисунке, на слайде, то геоид – это очень сложная поверхность. Красная – это возвышенная, синяя – это низкая, ну, и желтая – это что-то посередине. Это сложная очень поверхность, и она до сих пор полностью не изучена. Квазигеоид же, он практически совпадает с геоидом на территории Мирового океана, а на суше, на земной поверхности он очень близко к нему подходит. То есть, если брать разницу геоида и квазигеоида в каких-то высоких горах, то эти величины будут доходить до 4 метров. Если на равнинах, то это 1 сантиметра, то есть до 12 сантиметров. Поверхность же квазигеоида определена значениями потенциала силы тяжести на земной поверхности. На рисунке мы опять же видим сушу, океан, помечен вот этой линией, и видно, что эта линия переходит в геоид. Квазигеоид на суше, он уже не совпадает с геоидом и уходит. Ну, а эллипсоид, как и говорил раньше, это некая усредненная поверхность. Теперь затронем немножко абсолютную высоту. В России за абсолютную высоту принято, ну, и в странах СНГ принята Балтийская система высот, и она отчитывается от усредненного за многолетние наблюдения уровня Балтийского моря. То есть, так называемый кронштадтский фунтшток. На нем нанесена линия с нулевой высотой, и именно от этой отметки идет отчет высот на всей территории России. Отчет всех абсолютных высот. Еще раз закрепим немножко по высотам. Значит, на рисунке у нас точка А расположена на поверхности Земли. Ее условная высота отчитывается просто от какой-то определенной поверхности. Здесь это вот эта линия. То есть, она могла быть где угодно. И здесь, скажем, и здесь. Даже над точкой. Это все условная высота. Следующая высота нормальная, которая используется также в геодезе, она отчитывается от эллипсоида. Ой, простите, не от эллипсоида, а от квазигеоида. Нормальная высота отчитывается. Следующая высота это ортометрическая, она отчитывается уже от поверхности геоида. И геодезическая высота, именно она отчитывается от поверхности эллипсоида. Ну, а само значение высоты, численное значение, абсолютное или относительное, неважно. Высота называется отметкой. Такое понятие, некое принятое также в геодезе. Вот, скажем, на небольшом кусочке топоплана вот здесь тоже есть отметка, она равна 197,6 метра. Также на этом рисуночке видны отметки каких-то определенных уровней здания. Про систему координат и систему высот мы немножко закончили. Теперь рассмотрим датумы. Они бывают геоцентрические и локальные. То есть, если мы посмотрим на рисунок, который приведен на этом слайде, то система координат, которая отмечена синеньким, она основана на геоцентрическом датуме, ну, скажем, ВЖС-84. Если используется локальный датум, то есть это помечено оранжевеньким пунктирной системой координат и оранжевеньким эллипсоидом, это некий локальный датум. Ну, а черным у нас помечена поверхность земли. То есть, как я говорил раньше, у нас эллипсоид, он усредняет некую поверхность земли, некую форму земли. А датум уже определяет положение этого эллипсоида относительно центра земли. То есть, датум это и есть система отчета, которая необходима для определения положения на поверхности земли. Итак, геоцентрический датум, их существует несколько. Ну, скажем, на этом рисунке проведен мировой геоцентрический датум в GS84, который используется в системах спутниковой навигации. То есть, как он получается? Центр масс земли используется в качестве начальной точки этого датума. Ось Z направлена на полюс. Ось X проходит через нулевой меридиан и Y дополняет эту систему координат до трехмерных. К геоцентрическому датуму также можно отнести PZ90 или сейчас уже вышла новая PZ9002. Это уточненный более датум. Но, так как у нас геоцентрические датумы, они используют некую усредненную поверхность земли, ну, эллипсоид, используется мировой эллипсоид, который представляет собой усредненную поверхность земли, то это использовать не везде удобно. Поэтому используются некие местные датумы, которые располагают эллипсоид таким образом, чтобы он описывал наилучшим образом поверхность земли в конкретной территории. То есть на рисунке видно, что локальный датум смещен относительно центра масс земли, относительно геоцентрического датума, на какое-то определенное значение, которое о том используется для пересчета каких-то местных координат, полученных с помощью этого локального датума в геоцентрические, в мировые координаты, скажем, в GS84, полученные с помощью геоцентрического датума. К локальным датумам можно отнести систему NAT27, это система для Северной Америки, в ней используется эллипсоид Кларка 1866 года, в Европе используется датум ED 1950, и в ее основе лежит эллипсоид Хейфорда 1924 года, ну и в России у нас, и на территории СНГ, это, например, SK42, система координат 1942 года, и в ее основе лежит эллипсоид Кроссовского 1940 года. Значит, методов преобразования координат существует несколько, приводить эти формулы большие, огромные я не стал, но упомяну здесь ГОСТ, который действует у нас в России, это ГОСТ R51794-2008, то есть он 2008 года, в нем описаны преобразования координат, то есть открытые параметры, скажем, из ВЖС в SK42, и описанные формулы, с помощью которых эти преобразования делаются. это преобразование геодезических координат прямоугольные пространственные обратно, преобразование пространственных координат, геодезических координат, и преобразование, превращение пространственных прямоугольных координат, также из системы в систему. Вообще существует два вида координатных преобразований Это использование опубликованных параметров Они называются глобальные параметры Которые как раз содержатся в ГОСТе, которые я упомянул ранее И преобразование координат через определение соответствующих параметров И эти параметры уже будут называться локальные параметры Это так называемая калибровка В этой небольшой схеме видно, как происходит преобразование координат Из одной системы в другую То есть, допустим, первая система координат имеет какие-то плоские координаты и нормальные высоты Мы получаем, учитывая аномалию высоту Получаем геонезическую высоту Делаем преобразование по формулам связи плоских и геонезических координат Это формула Младенского И можем перейти уже в другую систему координат Либо перейти в геоцентрические координаты И по методу Гельмерта Также эти координаты преобразовать С координатами и датумами Геоидом-казигеоидом Мы закончили Я вижу, что вопросов ни у кого не возникло Это хорошо Значит, собрались все грамотные люди у нас, геонезисты Поэтому продолжим дальше И поговорим уже непосредственно про спутниковые измерения Про методы полевых измерений То есть для определения координат пунктов С помощью спутниковых систем Выполняют следующие виды работы Это подготовительные работы В них входит составление проекта системы Рекогностировка, закладка центров И планирование Скажем, на небольшом рисунке Приведен результат планирования измерений На определенную дату и время Мы можем видеть Количество спутников Пидоп И в зависимости от этих факторов Уже решаем Идти нам в это время Идти делать измерения или нет Про эту утилиту и другие Мы поговорим в наших следующих вебинарах Так что следите за ними Ну а сейчас продолжаем Значит, следующим видом работ Являются уже непосредственно Сами измерения Которые включают подготовку аппаратуры Настройку ее Определение высоты антенны Настройку приемника Ну и непосредственно начало самих измерений Следующим пунктом у нас уже идет Обработка результатов этих измерений Обработку результатов мы тоже рассмотрим На примере программы Тримбл Бизнес Центр Немножко даже в этом вебинаре Так, сейчас продолжаем По способам позиционирования С помощью глобальных навигационных систем Существует два как бы способа Это абсолютное определение координат Они являются автономными Либо дифференциальными Либо относительные фазовые определения Это, они бывают уже статические Либо кинематические Абсолютные и относительные способы Отличаются точностью Которую мы можем получить То есть если в автономных Это в пределах 5-30 метров Точность получения координат В дифференциальных уже поточнее Это около метра А в относительных Мы уже получаем точные координаты Но эти координаты будут относительными То есть относительно какого-то пункта Либо пунктов, либо сети И в статике мы можем получать Точность от 3-х миллиметров В движении же Это кинематические измерения От 10-ти миллиметров Для начала рассмотрим Статические измерения В режиме статика Необходимо выполнять Одновременные Это основное условие То, что измерения надо проводить Одновременно На двух и более пунктах То есть измерения эти Выполняются неподвижными приемниками И положение Подвижного приемника Ну скажем Не подвижного А ровера Определяется относительно Уже базового приемника Естественно Время наблюдений здесь Зависит от расстояния между пунктами Числа наблюдаемых спутников Состояние Ионосферы Тропосферы Требуемой точности Ну и обычно Измерения проводят не меньше часа Если у вас базовые линии Будут получаться на небольших расстояниях То есть ваши точки расположены от базовой точки В пределах 15 километров До 15 километров То можно использовать режим быстрая статика Который позволяет сократить продолжительность измерений Потому что он использует Ну некие активные алгоритмы Разрешения неоднозначности Это очень удобно На небольших базовых линиях Так как время наблюдений Очень сильно сокращается И составляет от 5 до 20 минут Ну естественно В зависимости от длины базовой линии Следующий режим статических измерений Это режим реоккупация Он используется Когда нет одновременной видимости На необходимое число спутников То есть около какого-то Скажем Стены здания Около леса Значит в этом случае Измерения выполняют За несколько сеансов То есть пришли Померили Какое-то время Накопили Какой-то объем данных Пришли через Скажем Несколько часов И опять повторили Сеанс наблюдений Так можно делать Несколько сеансов А уже на этапе Компьютерной обработки Все данные Объединяются Для выработки Какого-то одного решения Используется это для того Чтобы учесть Перемещение Не учесть А использовать Максимальное перемещение Спутников Далее мы рассмотрим Кинематические измерения Значит в нем В этом способе Подвижный приемник Находится В режиме непрерывной работы В постоянном движении И во время Приема на точки И во время перемещения Между этими точками Ну а базовый приемник У нас продолжает стоять На каком-то известном Пункте Мы можем Определить Отсюда уже Траекторию Нашего движения Это очень полезно И очень нужно В некоторых приложениях Значит Разновидностью Кинематических Измерений Является способ 100ED Stop and Go И способ Непрерывной Кинематики Это Continuous Кинематик Значит На первом рисунке Скажем Мы видим Человека Который закрепил На велосипеде Антенну И GPS Приемник И в движении Можно В дальнейшем Получить Траекторию Его движения Если мы используем Stop and Go То Мы идем Эти измерения У нас Они идут Но они не учитываются А уже непосредственно На точке Мы накапливаем Данные Которые Помогут В дальнейшем Нам рассчитать Координаты Этой точки Значит Работа Способом Stop and Go Складывается Из двух Пунктов То есть Это Инициализация Которая проходит В начале измерений И занимает Она 10-15 минут Либо В современных Приемниках Эта Инициализация Происходит Происходит Уже во время Измерений Так называемая On the fly ОТФ Инициализация И непосредственно Уже сами Измерения На точках Измерения Эти непродолжительные То есть Минуты Вполне Хватает Кстати Вот В новом Оборудовании Уже Как я Сказал Что Не нужна Инициализация В начале Но Есть Другое Условие Это То Что Общая Продолжительность Измерений Должна Быть Не менее 10 минут Так Теперь Продолжим И рассмотрим Реализацию Способа Непрерывной Кинематики То есть Здесь уже Не требуется Остановок На точках Мы Находимся В постоянном Движении Этот способ Используется Для Измерения Каких-то Контуров Площадей Скажем На первом Рисунке Видно Что Антенна Установлена На тележке И Производится Измерения Какие-то На Железной Дороге Также Это Расположение Спутников Приемников На Кораблях Самолетах При Уполнении Скажем Аэро Фотосъемки То есть Непрерывная Кинематика Также Находит Своих Пользователей В последнее Время Естественно В последние Годы Самым Популярным Способом Становится Кинематика В реальном Времени РТК Здесь Ключевой Особенностью Этого Способа Является Разрешение Неоднозначности На Как я То есть Что такое Разрешение Однозначности Это Определение Целого Количества Циклов Которые Проходит Волна От Спутникового Приемника От спутника До Спутникового Приемника И Разрешение Этой Неоднозначности Происходит Во время Движения Передвижного Приемника Как вы Помните Кто Был На Предыдущем Вебинаре То Что Приемник У нас Определяет Фазовый Сдвиг То Есть Это Время Которое Проходит Волна Сгенерированная На Приемнике И Волна Которая Приходит От Спутника То Есть Фазовый Сдвиг Мы можем Определить Легко Не мы Приемник А уже Неоднозначность Количество Этих Циклов В этом И является Основная Проблема Ну На данный Момент Она Решается Значит В системе РТК Обязательно Используется Базовая Станция Либо Сеть Базовых Станций И Уже Мобильный Приемник Ровер Естественно Нам Надо Чтобы Получать Хорошую Точность Ну И В основе Режима РТК Лежит Передача Корректирующей Информации То есть Данных Измерений Из базы На Подвижный Приемник Передачу Эту Необходимо Выполнять В реальном Времени И для Этого Используются Различные Каналы Связи То есть Это Радио Модемы Джесси Модемы Сеть Интернет Ну Какие-то Возможно Другие Даже По кабелю Если Это Необходимо Значит И Также Основным Условием Для РТК Является Одновременное Наблюдение Одних И тех Же Спутников На Базе И На Ровере Скажем На Этом Слайде На Этой Картинке Мы Видим У нас Установлена База Со Спутниковым Приемником Она И Имеет Радио Антенну И По Радиоканалу Передает Корректирующую Информацию На Подвижный Переемник Все Это Обрабатывается Внутри Ровера С помощью Его Программного Обеспечения И Мы Можем Получать В реальном Времени Координаты С С С С С Точностью Именно Этот Способ Как раз Нашел Так же Широкое Как и Статика Применение В геодезии Про РТК Я думаю Тоже Все Значит Теперь Поговорим Про Общую Схему Обработки И Немножечко Я покажу Как Обработать Данные В программе Тимбл Бизнес Центр То есть Данные Со Спутниковых Приемников С базового С Ровера Неважно Статические Это измерения Кинематические Они Обрабатываются Специальным ПО Обрабатываются Совместно Для Получения Ну Для Получения Координат Подвижного Приемника Относительно Ну Либо Неподвижного Для Получения Координат Точек Скажем Так Относительно Какой-то Определенной Точки На которой Стояла Наша Базовая Станция Результатом Все Обработки Являются Вектора От Базовой Станции Либо От Базовых Станций До Определяемых Точек Дальше Эти Вектора Уже Можно Уравнять Между Собой Ну Опять же Если Мы Имеем Не Одну Базовую Станцию А Несколько То есть Нам Известно Несколько Координат Какой-то Определенной Систем Так Ну Теперь Я Как раз Покажу Небольшую Часть Обработки Программе Тримбл Бизнес Центр Сейчас Это Займет Небольшое Количество Времени Для Запуска Вы Пока Можете Сформулировать Свои Вопросы Я Вот Уже Вижу Что Эдуард Какие-то Вопросы Отвечает К сожалению Я не могу За ним Полноценно Следить Ну И Просьба Конечно Задавать Вопросы Не В общем Чате А На Специальной Вкладке Вопросы Так Приложение Пока Запускается Приложение Ну Не Самой Обработки А Для Демонстрации Экрана Так Вот Запустилась Сейчас Вы Видите Окно Программы Трибл Бизнес Центр И Кратенько Сейчас Обработаем Небольшие Данные Со Спутников Приемников То есть Начинаем Новый Проект Программа Начинает Новый Проект Видимо Не хватает Ресурсов Системы Для Работы Всего Не Хочется Работа Как Так Прошу Прошу Прошения Сейчас Еще Раз Попробую Программа Поэтому Я сейчас Загружу Данные В нее И Продемонстрирую Вам Уже Экран До Начала Обработки И После Обработки Вопросы Вопросы Которые Вот Сергей Компас Создает Вопрос Про Вебинар Да Его Можно Будет Посмотреть Ссылка Будет Размещена На Нашем Сайте Немножко Позже Виктор В общем Чате Можно Обсуждать Все Что Угодно Просто Вопросы Удобнее Выделять Именно На Вкладке Вопросы Светлана Значит Пост Обработку Наблюдений Уже Более Подробную В режиме Пост Процессинга Мы Будем Рассматривать В наших Следующих Вебинарах Следите Пожалуйста За новостями На сайте Это Все Со Временем Будет Рассказано На данный момент Данные Импортируются В проект Попробую Сейчас Еще раз Запустить Я надеюсь Что Всем Видно Сейчас У меня Запущено Я загрузил Сырые данные И Здесь Я могу Скажем Поменять Имя Точек Сделаем 1,2,3 Задать Высоту Антенн Метод Измерения Высоты Антенны Саму Антенну Ну и Задать Какие-то Приемники У меня Получилось Вот Такой Треугольник С Тремя Векторами Которые Будут В дальнейшем Считаться На данном Этапе Все Станции Помечены Как Опорные Но Так как Мне надо Считать А не Уравнивать Я их Сделаю Неизвестными Этими Координатами Неизвестное Качество И Одну Базовую Станцию Как бы Это Пункт С номером 3 Также Продолжительность Этих Измерений Это Суточные Файлы Я Сделаю Немножко Побольше Скажем По Полчаса Я закончил Редактировать Сессии И Теперь В программе Мы просто Выбираем Обработка Базовых Леней И Программа Начинает Уже Совместную Обработку Векторов С Заранее Какими-то Заданными Стандартными Настройками Если Вы Видите Я надеюсь Вы Видите У нас Посчиталась Первая Базовая Линия Это Вектор Между Точками 3 И 1 Получили Фиксированное Решение Правда Точность В плане Не особо Хорошее Получилось Скажем По Вектору 1 2 Точность Получилась Гораздо Лучше Теперь Мы Эти Результаты Сохраняем И Вот Мы Уже Получили Обработанные Вектора С Хорошей Точностью То есть Все Просто Дальше Мы Уже Генерируем Отчет Об Обработке Базовых Линией Если он Требуется Либо Список Точек Более Подробно Обработку Мы Рассмотрим Опять же В следующих Вебинарах После того Как Мы Будем Вместе Собирать Какие-то Какие-то Данные И Подробно Уже Рассматривать Обработку Как Настраивается Система Координат Как Настраивается Обработка Базовых Линий Как Происходит Уравнивание И Тому Подобное На этом Я думаю Мы Сегодня Будем Заканчивать Я вижу Что там Идут Какие-то Вопросы Еще И Эдуард На них Отвечает Касательно Следующего Нашего Вебинара Он Будет Примерно Через 3-4 Недели В нем Мы Рассмотрим Уже Непосредственно Работу С оборудованием И Кому Это будет Интересно Просьба Подключаться Следить За нашими Новостями Так Я уже Наверное Не услежу За Всеми Вопросами Поэтому Вебинар Сам Мы Заканчиваем Ну А Обсуждение Уже Вопросов Мы Будем Вести Дальше То есть Если у вас Есть Какие-то Вопросы Задавайте Их Пожалуйста На Соответствующие Вкладки Я Сейчас Все Расширю Чтобы Было Лучше Видно Еще раз Спасибо Всем За Внимание Ждем Вас На Следующих Наших Вебинарах И Хотел Хотел Еще Провести Такой Опять Небольшой Опросик Напоследок Просто Понравился Вам Наш Вебинар Или Нет Если У вас Есть Какие-то Пожелания Вы Можете Писать Их Нам На Почту Можете Оставить Их Сейчас В общем Чате Мы Их Учтем Чтобы В дальнейшем Улучшать Наши Вебинары Всем Спасибо За Внимание Спасибо 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 Спасибо